Если другие ребята в это время сидят за партами, то учащиеся 10-й школы продлили себе каникулы. На такие меры вынудило пойти плачевное состояние отопительного оборудования. На прошлой неделе в регионе выпал первый снег, однако к такой скорой встрече зимой учебное учреждение не было готово. Поняв, что в абсолютно неотапливаемом здании невозможно будет вести занятия, было решено прервать образовательный процесс на три дня. С 15 октября нет отопления. Гарантийный срок отопительной системы школы составлял только 10 лет, но котлы обогревали здания уже на протяжении 15-ти. В этом году окончательно вышли из строя. Сюда уже несколько раз приезжали специалисты со Ставропольского края в сопровождении представителей Минстроя, которые подтвердили, оборудование необходимо полностью заменить. Было решено провести ремонт и включить отопление. Только вот долго ли оно прослужит и безопасно ли это для школьников и детского сада, расположенного на территории школы, однозначного ответа ни у кого нет. Несколько раз приходили к нам, представитель технического отдела Министерства образования был у нас человек, приходили, смотрели. Ну вот ждем, пока спасаемся положительной температурой на улице. Обещают отремонтировать. Пока, чтобы поменять полностью котлы, речи пока во всяком случае не было. Меньше всего в этой истории, конечно, повезло педагогическому составу. Каждый день несколько учителей вынуждены дежурить в школе. Верхнюю одежду не снимают. Согласно Санпину, температура в школе должна составлять не менее 18 градусов. Однако здесь не превышает 9. Обогреватели тоже не могут подключить. Не положено. Правда, частенько выбегают на улицу погреться. Здесь действительно намного теплее, чем внутри. По шкале Цельсия термометр показывает 18 градусов. Я вот здесь уже с двух часов сижу, у меня аж голос охрип уже. Холодно очень, невозможно детей заводить. В верхней одежде они должны будут сидеть. Но это разве занятие, если в верхней одежде дети будут сидеть на уроках? Похвастаться примерной дисциплиной в этом году, к сожалению, школа не сможет. Отопительный сезон по всему региону начался 15 октября. Здесь же еще неизвестно, когда он начнется. А вторая четверть для учащихся 10-й школы официально начнется завтра. Когда другие переступили свои образовательные учреждения еще 5 ноября. Только вот рады ли таким обстоятельствам родители, мнения разделились. Некоторые категорически не хотят пускать детей в школу, пока отопление не заработает в исправном режиме. Другие переживают, что эти перерывы отрицательно скажутся на образовательном процессе детей. Во всяком случае, у нас есть кабинеты на солнечной стороне. Там приемлемо, если тепло, ребенок оденется, приемлемо. Хотя бы какие-то основные предметы, чтобы учителя могли дать основные предметы. Ну а так, в принципе, у нас по школе дано распоряжение предметникам, всем учителям, чтобы они вот эти вот три дня, которые были, как бы каникулы у нас были, чтобы они потом наверстали за счет зимних и весенних каников. В любом случае, одеться придется теплее обычного и временно забыть о дресс-коде. А то, что в таких условиях возможно учиться, показывают на личном примере ученики пятой школы Нового Реданта. Система отопления в образовательном учреждении также не заработала с начала отопительного сезона. Верхнюю одежду сняли перед камерами. Неэтично, да и по регламенту не положено. Обычно эти аудитории переполнены детьми. Сейчас же многие школьники в ожидании подачи отопления. В настоящее время, наверное, вы обратили внимание, как у нас холодно, не работает отопительная система. Котлы вышли из строя. Комиссия Министерства образования выезжала в школу, выезжала правительственная комиссия. Сейчас на данный момент этот вопрос на особым контроле правительства республики. Отопительное оборудование здания пришло в негодность. Здесь тоже необходима замена котлов. Бюджет учреждения, конечно, такими средствами не располагает. За помощью руководство школы уже обращалось во все инстанции. 8 октября сюда приезжал и Мустафа Ацуров, депутат народного собрания. Были обозначены меры по решению возникшей проблемы. Мы завтра же обратимся в правительство республики Ингушетия с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Мы договорились, что всем комитетом пойдем на приемки к председателю правительства и к заместителям его. Также пригласим в народное собрание представителей Министерства финансов. С ними будем разговаривать. Школа была полна надежд, что к отопительному сезону все заработает. Однако занятия до сих пор проходят в холодных помещениях. Такие жалобы в редакцию национальной телекомпании поступают и от других учреждений, в том числе и от второй школы на Зранье, спортивного центра по улице Фабричная. Стоит отметить, эти проблемы копились годами. Своевременного обслуживания оборудования не было. Директора еще с весны пытаются закрыть вопросы. С тех пор им только обещают устранить неполадки. Почему дети вынуждены получать знания в суровых условиях? На этот вопрос, к сожалению, Миноба региона нам не был готов ответить. Остается ждать теплых перемен. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.